приветствую вас на канале фанкл тотал вар микрофона коз продолжаем с вами прохождение закоринф напомню играем рим 2 тотальная война с дополнением ярость парты это уже 34 серия и ровно сотый ход вот на именно на осаде этого поселения мы остановились прошлый раз ну давайте приступим это соответственно столица ой забыл антиполис или как-то так что называется короче целой провинции столица как раз здесь раскольники засели и мы сейчас проведем массированный штурм гарнизон будет помогать армия собственно их главная армия сын и рей у нас сыны ариса и гераклиды качестве подкрепления так ну что встретимся уже в начале битвы ну собственно выбрал погоду выбрал расстановочку сначала меня выбросил на этой части карты но я переместил войска в ту зону откуда появится подкрепление немножко извиняюсь за голос я вообще после последней серии тут же заболел и несколько дней дней 6 вообще ничего не записывал вот мне еще пришлось работать такие так сложились обстоятельства что ну никогда было и как бы недуг и работа усталость и прочее вот и как только я почувствовал все силы нашел время вот я вернулся соответственно к записи поэтому по ходу сели также буду вспоминать что было в прошлой вот ну и поэтому еще раз здесь за голос еще пока не выздоровел окончательно вот да и заболел то не так давно через какая-то вирусня ходит многих кость очередная блин никак такого не было чтобы за осень несколько раз болел вот ну ладно вернемся в грецию мы построили две башни я в принципе ничего не менял какие войска поставлены такие остались изначально доктора были соответствует есть еще и легкие гоплиты тяжелые но мы оставим тяжелые в резерве еще на обычный к плитов потому что помним что будет подкрепление гарнизона где она выскочит пока непонятно карта кстати очень приятная такая так красивый такой ландшафт правда плоский почему-то абсолютно ну по краям как обычный город погнали блин а как так сделать чтобы каждый шел своей башни к своему участку стены задал группы не пошли ну ладно пойдем по отдельности знаете корабли или войск берешь группу нажимаешь в атаку ну прям по любому отряду и они сами распределяют противников так наше подкрепление уже я вижу появилось чем давайте их подводить шагом ну и противника я вижу он будет стремиться к воротам да мы сможем дать ему здесь бой будем перестраиваться где-то у меня тут лучники были кстати вот гиппе но так вот они выглядят визе да у них есть керасы такие вот мускулистые в некоторых есть шлема у такие некоторых шляпы ну в общем все тихо 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 сразу же нас атакуют но и врезается в наших копейщиков лёгкая кавалерия но и в составе до сих пор и в на сих пор и в но и в и и и и и и и и Ну все, они кончились Ну все-таки моих застрельщиков Мудрились Кусать Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну сейчас кавалерии будем, конечно же, гонять застрельщиков Так, подкрепление могло быть и побыстрее О, моя, тут нас расстреляли Я так понимаю, или нет Нет, там еще не сильно так расстреляли Так, ладно, кавалерию отводим Пипец, я тут попал, конечно Попалерии Попалерии ready Попалерии Попалерии надо прогнать звуков от стен а то они тут наделают беды здесь победа не-не-не-не-не-не-не давайте попробуем гипеев что они себя представляют как новая кавалерия легкую кавалерию заводим на стрелке еще я вижу есть погнали отводим да чё то мы им вообще никакого урона особо ты не нанесли я смотрю тут 53 от 160 так ладно меня лучше кусок рубится в улице так здесь захватили захватили давай сюда легкие гоплиты очень мобильные но опять же почему-то с гран-компанией фишку не завезли где там есть обилочка такая какой-то момент увеличивает атаку и скорость ну то что надо да для вообще далек легкий легкой пехоты и фланговых обходов и прочее для чего они еще нужны почему они так долго сопротивляются знаете что там элитные гоплиты есть увидите полностью бронированные спиры инфитрии так здесь все обратно разбили сейчас делаем так вот присмотри отклеились где наши гипея сюда в общем то здесь все понятно мне нужно будет сходить убить я дэя ну и здесь отборная гоплю красиво как смотрится сгибить это все не будем на этот тайминг тратить так уже 12 минут встретимся на глобальной карте так решительная победа что-то у них там убежала убежала так мы ничего конечно же не не ломаем не рушина ни в коем разе так дотянемся чем-нибудь до добить этого на авторасчете ну и вот и все касается раскола недолгим был вопрос был только доставки наших армии до в этот регион времени короче говоря убьем их должно дать эффект ну во первых мы под защитой 5 ходов но это не то столь важно как вот это видите здесь перелетела 40 преодолел раскол так вот так быстро вспоминаю выдвинул я армию из афин сторону колхиды надеюсь спартанцы не не осадят их а может осадят можешь успеем уж успеет тут как говорится 50 50 вот затупи то или нет соответственно радос готовим мы все для того чтобы вас садить и взять возможно я это сделал одной армии 2 армия пойдет на линдос до деканиса должна быть полностью нашим условием прохождения но если удастся быстренько забрать эту эту провинцию да и забрать халкиду то все победа в компании но конечно же так не будет вот что касается персия мы с ними замерились предварительно разгромив их лучшая армия у нас соответственно воспользовался флот но это не тот флот вот этот вот поэтому он сюда подходит поближе так а еще у нас где флоты у нас было столько флотов так малых осталось так раз но этот этот флот сопровождал десант две колонны транспортников этот флот участвовал в сражении а я помню там большие потери были да 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 любимцы бриза так ну ладно еще же должен быть какой-то хороший флот значит на островах парусе стоит воины не рейд маленький флот надо будет его увеличить ну и вот сюда я флот перегнал понятно так избранники поседона все идем мирину там будет дело видно значит здесь я флот отведу подальше может быть и таковым просто большими силами противника так соответственно это куда вот забытый войны ну куда бы они бы не плыли мы с ними не воюем да так здесь у нас что у нас просто армия есть да по агентам я помню что не один из зрителей подсказал что не нужно постоянно прожимать обилку на воровство денег она будет работать сама всегда вот но проверим мы расставили двух наших агентов в провинциях в лиде и и они вот они там должны каждый ход воровать приличную сумму так здесь у нас есть демоны деймоса слушать а получается что они тут даже особо не но у них будет функция защиты региона пускай они здесь останутся пока что так далее вот этот флот мы усилим смотрите четыре корабля уже нанимаем так кстати дикты я все использую до 3 из 3 где еще у нас есть флотов вот чем интересно это делся вот здесь очень много первостепенно значение мид флот здесь даже империум дает равные доля да сколько можете иметь армии и флота там 55 10 10 так что еще хотелось бы мне тут сказать цены ариса так ну однозначно вот этому распускаем то распускаем вот эту армию сына ариса мы оставим конечно же но не ну как бы может пригодиться да мало ли чем копья отведем может быть сест посмотрим может быть и посмотрим как как я рассчитываю что все получится сделать очень быстро так здесь у нас по агентам надо посмотреть да по агентам так ну все артемизия она принципе какие функции имела полицейские охраняла да ну давай продолжать убивать агентов чтобы они нашего деда аресты не замочили в принципе стар уже но тут так долго время идет противник ранен отлично так еще одно у меня было италия италия стоит здесь голденых морет да 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 я был уже бы взял буквоз вот этим флотом если бы сюда не приплыли не приплыла финские очень крепкий очень сильный флот ведь есть моряки в доспехах вон сколько кораблей целых пять таких так ну все получается да все сдаю ход встретимся после перехода здесь я вынужден снять с паузы записи до включить ее обратно посмотреть что произошло а спарта объявил на войну ну придется принимать вызов но как иначе вопрос только звать ли союзников воевать союзники это аргос это италийский союз и а кайский союз конечно звать и они нас поддержали что же посмотрим чему это все приведет так что у нас тут значит пишется соперничку давайте посетим поселение в осаде ларису осадили спартанцы спарта театры четыре хода на будет держаться по моему я там все-таки гарнизон успел поставить да отлично до прибытия подкрепление продерживаться вот что-то у нас тут построилась ух сушки я к этому еще вернусь мир между или да я низким союзом радосом или дай разлад войсках это вот тут агент поработал спартанцев но конечно смысла особого сейчас нету лезть на рожон эту армию мы сразу же отведем в афины так что там формион флотоводец грубия где-то хлебе зрелище минус 1 общественный порядок гиппократовский корпус мы изучили это у нас математики так ну надо же добить тогда эту математику вот иллюзии в архитектуре кстати скорость 363 процента это даст на длительность строительства столицах провинции и малых поселений минус 1 все регионы стоимость строительства всех храмов минус 4 и доступ постройки ипподром так что же такое иллюзии в архитектуре древнегреческие архитекторы использовали несколько приемов чтобы усилить впечатление от своих работ одним из самых популярных был энтазис изменение диаметра сечения колонны оси вдоль продольной оси примером энтазиса служат колонны парфенона в афинах отклоняющиеся внутрь здания в теории если бы их можно было продолжить вверх они бы пересеклись на высоте в одну миле над землей цель применения этого приема не совсем ясна кое-кто полагает что это вопрос эстетических предпочтений в парфеноне колонны словно бы набухает под весом крыши другие полагают что энтазис усиливает эффекты прямых колонн возникающий если смотреть на них снизу вверх на самом деле в парфеноне прямых линий нет есть только их иллюзия замечательные потрясающие эти описалки вот очень познавательно интересный со вкусом написано продолжаем это дело изучать тут еще видите будет понижаться стоимость строительства так клеон герой рак 6 это у это у нас здесь вернулся домой агис это у нас армия была распущена героем мы держим при армии поэтому пускаем там в этом направлении качается так давайте ему изучим воинственный рвение повысит его но у нее и так она неплохой боевой дух отрядов при наборе провинции пока действует агент главный вот возможность найма армия пока действует агент плюс один то есть бомжей самых дешевых ну то есть так было бы три отряда сейчас 4 за раз он дает так вот эту армию коль мы здесь оказались мы перемещаем кедонию потому что мало ли что-то спел панес припаду хотят все просвечивается но на всякий случай так не боевые потери лариса но потому что мы в осаде и по строительству хотел бы я пробежаться к нос предместье предместье я хотел на увеличение производства да да вот это ставим там гулиров видимо такие были у нас планы так и мальчик в афинах ну потому что потому что лаврион так потому что гладиолус да далее мальчик в эгисе тоже тут витя аргос аристийские тут тоже на горное дело так строительство что там еще рынок тассас так но деньги то не сбазариваем они нам сейчас пригодятся во первых цены ареса что за на за июнь она отлично еще целый сезон впереди просто бегут на юг этот флот идет в этот регион избранники поседона копья ароса копья ароса чтобы с вами тут нам сделать какую сторону их двинуть или оставить пока здесь нет мы стоять не будем тоже будем двигать их носить на юг так теперь смотрим ситуацию здесь значит каристос наверняка пойдет атака на каристос через ход на 2 они будут здесь то есть наняться мы вряд ли успеем но тем не менее я найму здесь храм гера храм поседона так давайте посмотрим они не лидеры ну нет конечно агис младшая вообще ветвь аристос арестей средняя каристос надо держать здесь есть гарнизон в общем беру агиса собрать армию вас дожди подожди агиса восстановить наследие вот пожалуйста гераклиды будем надеяться что успеем наняться вспомогательное все будем покупать так здесь пока ничего каринфе также нанимаем армию у нас кстати войска есть еще вам браки небольшие но есть мы их можем тоже по самосмотрению использовать вот на этом салиском фронте большая ли армия подошла большая так значит что я сделаю тому присвоить средства но нет возможности этого сделать лидер наш мог это сделать женщины не прокачались хотя они даже близко никого нет чтобы возвышать ладно так у нас есть еще почти 2000 тут вопрос здесь еще наниматься или вот здесь думаю здесь да вот так вот вселимся чуть-чуть так я думаю что нужно будет на ход поднять налоги по максимуму ну и вопрос до объявлять войну родосу или нет сложность ситуации войны с партой на что это меняет это ничего не меняет никого из союзников не прошу ну и они низкий союз конечно же поддержал тема так что у них там почему почему половину ходу уже использую непонятно радус не будем разыгрывать или будем принципе гарнизон приличный да на линдос мы пойдем это армия отдельно взяли мы здесь блокаду на следующий ход будет атака так это транспорт это флот надо топить так ну мы их отогнали это хорошо спрячемся здесь надеюсь никого никаких сюрпризов так теперь по поводу наших агентов а у нас нет денег нет денег ну ладно короче делаю переход хода на спарте включу наверно посмотрим какие будут действия что спарта тут еще и афины нас интересует и анийский союз они практически идут сразу между ними только биотический союз так что смотрим ну вот что спарта спарта все-таки идет в атаку мы find ourselves match against the word this is not pleasing to god родос предлагает нам мир мы конечно же его отвергаем какая-то вылазка непонятно я не хочу ее разыгрывать потому что там бывает баг что наземное сражение становится мятеж столицы столицы вспыхнул бунт вы подозреваете что его организовала одна из политический партии как вы отреагируете так я уж не помню подавить мятеж олимпийские игры мы у нас 20000 прилетело в принципе давайте поддержим участников заключен мир афины элида артан персонаж ранен кто это где это чего а и вредику нашу короче подрезали которую средство здесь воровала все я понял мегаклата которые вот на родосе до построили в византии дом мастера амфор что здесь еще интересно кораблики построились так ладно слушайте как компания до хотела заканчивать у нас покущий шапик только все начинается так вот на авторасчете возьмем кавалерию конечно порежет мне черт вот а это ну возьмем конечно в ручном режиме посмотрим что там может какая интересная архитектура есть план это у города родоса вот есть ничего интерес не будет я по минимуму от сниму не слушайте но ну давайте посмотрим давайте посмотрим одним глазком ну вот этот родос колосс радовский мной здесь не замечен время обычном есть гран-компания а тут что-то его нет город красивый но по моему обычный прибрежный максимального тира город греческий вот есть акрополь классный с храмом комплексом с крепостью на возвышенности вроде но это все мы видели еще такого тут уже не начинается что вот он вот что и и и и и и и хорошо что стрелков у них внизу в этот раз не было достаточно бодренько происходит да ну куда же радосты делал это колосс делся-то блин все как не так смотрю не туда он же должен как бы вообще такой блин упустили могли бы сделать красивую бухту там до на входе вот этот как раз гигант стоит как же было приятно это все смотреть рыжик уйдет так ну то есть развиваем и сюда как бы какая бы красота была нет ничего делать не стали я же вас сюда вообще гнал означали они не побежали ну ладно хорошо хорошо ладно разобью я этих товарищей встретимся на карте хорошо что я это подрезал кушу 40 минут в общей сложности длился штурм очень долго там ничего интересного его поете но оплит очень каплица долго очень умирали так берем конечно купаться наш архонт и сестра от рак получает вот я хотел бы ему значит что поднять авторитет вообще можно было бы его в столицу сейчас убрать кстати налоги сразу вернем за он нам нужен будет в столице сейчас от яхана да сделаем таким образом давайте посмотрим на радос слушайте они там был не максимально или же я не знаю кстати может другая куба застройка была город то не первую тира был так ну чё провинция далека низа остров родос наименный город а чудо нет вот чем дело нету чудо не помню был в описании не было об этом колосе там было но нету чудо я думал здесь будет чудо чудо не так фиг ли они усами вписали а смысл сюда был тащиться черт знает откуда да 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 не будем топить руками потому что что-то убежит вот там ничего интересного тоже я это сделаю не на записи единственное что покажу он построил флот 4 линии вот она первая линия 2 3 4 ну и соответственно волнами буду атаковать посмотрим как получится нет но давайте я все-таки отсниму этот бой он каждый раз у меня на какие-то новые эксперименты на всех хватило так что будет не 4 линия а 3 захрипелось один корабль застрял болен ты чего не пробил мешал и Продолжение следует... 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 Ну, взяв Карпатас, да, вернемся к Осу. Так. Понятно, посмотрели. Далее смотрим здесь, что у нас, на кого мы можем прыгнуть. Ну, как-нибудь вот так вот встану. 14 кораблей это сила. Так, Андерс. Вот Андерс плохо защищен. Блин, а я никого не могу здесь нанять. У нас, по-моему, максималка или просто людей нету? Армия 10 двина... Подожди. А, нет, у нас все есть. Просто у нас людей нету, да. Ну, смотри, какое дело. То есть, они нападут на следующий ход. Очевидно. Ну да, это один переход. Ну, чего себя, как говорится, питать несбыточными надеждами? Уходим на Андерс. Так, вот пока чуть-чуть. Так, в Афинах нанимаемся. Ну, в принципе, основа есть, да? Возьмем кавалерии, легких гоплитов. Я бы даже побольше кавалерии взял бы. Пускай все будет кавалерия. Вот так вот. Против застрельщиков. А в первую линию недостаточно. Так. Акайский союз идет. Спартанские, кстати, филы. Но филы мы брать не будем однозначно. Нафиг, нафиг. Нам халкидика. Либо вообще без разницы, кто их возьмет. Так. Здесь спартанский флот. Орис. Но Орис прикрыт. Так. Форсал. Взяли. Италийский союз. Да. Был бой. Здесь продолжаем движение. Вот. Входим в акваторию Ориса. Правда, этого пролива. Эврип называется. Это акватория. Так. Здесь найм идет. Ну, в принципе, ничего страшного. Ничего страшного. Спарту осадили. Аргосяне. Вот. У них там все плохо, короче. Ну, вот, собственно, и все. Так. Что-то я еще хотел сделать. А, вот что я хотел сделать. Возмездие. Давайте подумаем, кто бы это мог быть. Ну, вряд ли это герой. Симок. Это вот этот. Артан. Держи подачу. Не факт, что она его убьет, но ранить должна. Вон нашу барышню подрезал. Ранил. Там кому-то что-то нужно раздать. Не вижу. Так. Ну, вот видите, какая ситуация. Деньги есть. Нанять ничего не могу. Людей нет. Только знатные женщины. В пути. Наш правитель. Так. Ну, сейчас будет интересный переход хода. Чувствую. Будет именно так. Да, забыли двинуть. Давайте посмотрим. Ну, какие тут силы, какие у нас шансы, да, скажете вы. Я с вами соглашусь. Потому что очень большое количество спартанских заплитов. Ну, а этот бой мы проведем в ручном режиме, чтобы нанести максимальное количество потерь противнику. Насколько это получится. И я думаю, что вот именно с этого мы начнем, как вы уже, 35-ю серию. А на сей все. Желаю вам хорошего вечера. Услышимся на канале. Фан-клуб Туталлар. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok